В этом видео мы поговорим о branching в 3ds Max. Технологии, которая позволяет разбивать плашки по слоям, но при этом расчесывать и редактировать их вместе в одном слое. Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли. На своем канале я рассказываю о 3D-груминге. Записываю подробные видео о процессе создания причесок, шерсти и так далее. Разжевываю все по шагам. Присоединяйся к моему Patreon за 1$, который дает доступ к закрытому Discord-чату. Где можно пообщаться с единомышленниками, задать вопросы и получить фидбэк на свои работы. Также поддержка на Patreon дает возможность выделять больше времени на мои уроки. Данное видео выходит благодаря компании Point, которая является официальным дистрибьютором компании Autodesk в России по направлению Media & Entertainment. Все уроки, которые я выпускаю на канале, создаются на лицензионном софте. Также отдельная благодарность компании EFIR. Кстати, у меня радостная новость для Ornatrix пользователей. Официально открылись в Discord и Telegram каналы, где Вы можете задать все волнующие Вас вопросы по Ornatrix. Также не забываем про официальные группы на Facebook и конечно же форум. Если Вы хотите поддержать этот канал, поставьте лайк, подпишитесь, включите колокольчик, напишите комментарий и поделитесь этим видео в своих соцсетях. Это очень важно для его развития. Купите любой из плагинов по ссылкам в закрепленном комментарии. Также купите любую из моделей на моем CGTrader, ArtStation или 3DDD. На ArtStation еще можно приобрести любой из принтов. Также не забываем заходить в сообщество, так как я делюсь там разными новостями и туда же загружаю ответы на вопросы. Там же я загружаю информацию о том, сколько времени ушло на создание определенного урока. Так, почему мне нравится branching? Во-первых, смотрите, есть и в майке это скоро добавят. Я надеюсь, очень скоро, потому что фича крутая. Но в май по сути можно отдельно делать плашками, то есть отдельные объекты. А здесь в максе можно использовать branching, так называемый. Суть его в том, что мы создаем базовый объект, в нем есть гиды. Остальные объекты это референции этого объекта, то есть если в этом объекте я выбираю все гиды, я могу их расчесывать. Но при этом влияние идет на остальные объекты. То есть можно создать очень много групп, в которых разные плашки. Посмотрите, допустим, base1, это у меня вот эта группа, в ней, так ладно, сейчас base покажу просто. Если в каждой группе я сейчас выключу my from strands, вы увидите, что это разные объекты. Суть branching в том, что каждый гид, на каждый гид можно назначить группу. Так, сейчас, вот у меня группа, ну тут цветами, видите, да, и в каждой группе можно, в группе гидов можно, или одному гиду, задать любую плашку. То есть вот у меня плашки, да, я любую могу выбрать и, допустим, назначить на этот гид. Как это происходит? Смотрите, сейчас надо его найти. В принципе, я сейчас создам. Вот, допустим, вот этот гид, а я на него назначу там 120 группу. Например, SI. Вот, есть 120 группа, сейчас я проверю, правильно? Да, 120. И на эту 120 группу я хочу, допустим, назначить Dublin. Давайте, сейчас я включу High Quality. Допустим, ну пускай будет вот эта плашка. Сейчас, чтобы ее выбрать. Вот. Ну, вы увидите. Что я делаю? Я беру этот Base объект. Ctrl V, Reference. И называю его там Base 06. Помню, что 120 группа, то есть выбираю этот Base 06. Здесь выбираем Mesh from Strands. Так, сейчас Mesh from... Нет, сначала Change Width, потому что я хочу управлять Change Width. 120 группа. И Mesh from Strands. Mesh from Strands. Вот. 120 группа. Proxy. И здесь выбираю любой объект. Например, ну любой, вы понимаете, да? Какой я выберу, такой будет. Пум. Вот он, есть. Видите, да? Так, надо вам сейчас показать. Вот. Так интереснее будет. Смотрите. Если я выберу, допустим, вот этот объект. Желтый. Ну, мы видим цвет, да? Remove at. Вот. Он добавлен. И если, так, по текстуре, вот мы видим, что это этот объект. Повернутый. Или, допустим, вот эта тонкая текстура. Смотрите. Я беру. Пум. Она есть. Тонкая. Вот она. А самое главное то, что я могу в Чингвитц настраивать толщину. Отдельно для этого гида. То есть, так удобно. Плашки прямо вот. Чисто как ключную там. Но удобнее. Потому что, когда все гиды есть, я могу их в Base объекте расчесать. Так, стоп. Сейчас надо разобраться. Вот. Расчесать. Угу. Вот. Расчесать. Подстричь. Сделать длиннее и короче, так как Excel, вот. Вот, длиннее, короче любой, да, могу, что еще могу сделать? В принципе, все, ну, то есть, понимаете, да, вручную это быстро нельзя делать, допустим, там, хочу вот сюда, оп, они здесь, хочу подстричь, раз, подстричь, хочу длиннее сделать, раз, сделал длиннее, хочу расчесать, расчесал. И эти плашки, вот сейчас я включу base, tone, 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 ну, какие-то там группы, ну, не, ну, все группы подразделились, вот они есть. И смотрите, снова магию показываю. Хочу вот эти, допустим, расчесать, аффекты, лепетон, ли, пом, брум, пом, пом, ну, так аккуратно расчесывать. Хочу там повернуть то же самое, допустим, вот эту плашку, я сейчас расчешу вот так вот. Вот, и так далее. Вот преимущество неручного метода редактирования. Хочу там закрутить ее или сделать, ну, вообще лучше делать меш, все эти модификации, закрутки и так далее. Потому что это потом будет оптимизироваться и делаем, что хотим. Как-то так. Это в этом преимущество бранчинга. В мае я, как бы, могу это делать? Ну, не могу, точнее. Еще нельзя сделать один объект, который, то есть отдельно, да, объекты мы делаем. И это я буду показывать, но, к сожалению, пока, ну, их можно расчесывать. Но, сами понимаете, когда это отдельные объекты, то вам надо, допустим, сначала там расчесать одну грубу, тарелки-парки. Вот, потом аккуратно под нее подогнать вторую и так далее. Это не очень удобно. Ну, в мае. Я это пытаюсь донести разработчику, но он говорит, что пока это не в приоритете. Вот. Просто надо понимать, что не у всех же и Макс, и Майя. И, да, и не каждый захочет ставить Майя и Макс. Зачем, если в мае все? Типа, люди привыкли в одной программе работать. Ну, как ни в одной. Ну, я думаю, вы поняли мысль. Вот. Поэтому я вот жду эту фичу в мае. Потому что мне в Максе, вот как бы они там старались его улучшать репорт, он все равно мне не очень нравится. То есть, да, тут уже все красивее стало. Есть антиаляйзинг, есть этот. Все равно как-то в майке привычнее все это. Вот. То, что я хотел рассказать о бенчинге. Благодарю за просмотр и желаю хорошего настроения.